Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатываем на несколько каток BDR-G1B. Ну а перед тем, как с вами начнем, хочу попросить каждого из вас, кто еще не подписался на канал, оформите, пожалуйста, подписочку. Вам она не будет мешать в списке ваших подписок, а для меня это реальный шанс развивать мой канал, ну и, соответственно, повышать его жизнеспособность на просторах Ютуба. Спасибо вам огромное за благовременно. Итак, ребятки, BDR-G1B. Я его буду просто называть BDR, так будет немножко проще. Что это за машина? Это тяжелый танк, ветки французских танков тяжелого класса. И это первый танчик, который вам необходимо будет катать для того, чтобы продвигаться в сторону АМХ-50B. Обзор на АМХ-50B у меня на канале есть, можете открыть, посмотреть, что это за машинка, ну и, соответственно, поймете, стоит ли вам ее качать. Если определитесь, что стоит, соответственно, можете посмотреть обзоры на каждый из этих танчиков, для того, чтобы понимать, насколько тяжело вам будет дойти до АМХ-50B и насколько это страдальческая, либо нестрадальческая и фановая ветка. Итак, по BDR-у. Откроем исключительно его пушечку топовую. У меня она открыта, потому что, честно говоря, катать на базовой пушечке, ну, мне было скучновато, нудно и, честно говоря, напряжно. Пушечка топовая седьмого уровня на танчике пятого уровня должна обладать довольно неплохими показателями. И они, в принципе, плюс-минус таковыми и являются. За минусом одного, сейчас скажу. Углы склонения вниз, они, как бы, вроде бы и не сильно-то плохие. Но дело в том, что есть вот эта вот шапка на танке, да, сейчас покажу на большой машине. Вот эта вот шапка, которую, ну, прям все выцеливают. Поэтому ты, в принципе, как ни становись, все равно в эту шапку прилетать тебе однозначно будет. И за ней будут охотиться все, кому не лень. Это по поводу углов склонения вниз. Поднятие орудия вверх на 17 даже обсуждать не будем. 17 да и 17 редко нам в игре необходимо прям подъезжать куда-то под какую-то гору и наверх кого-то выцеливать. В основном надо выцеливать вниз. Что же касается среднего урона. 225 единиц. Это довольно неплохо для танчика пятого уровня. Ну, не будем мы говорить о том, что это какой-то плохой показатель. 135 единиц пробития тоже, вроде бы, в принципе, неплохо. Как для пятого уровня. Но, ребят, время перезарядки орудия в практически 11 секунд это уже существенно. Что же касается урона в минуту. 1257 единиц урона. Да, окей, неплохо. Но все-таки на этом танчике придется где-то тогда стоять вдалеке и пытаться отстреливать. Плюс к тому, обратите внимание на существенную цифру сведения, которую мы по факту заценим непосредственно в бою и разброс на 100 метров. То есть реализовать на дальних расстояниях эту пушку, так чтобы накосить 1257 урона в минуту, надо еще будет немножечко все-таки попотеть. А теперь выкатываемся из ангара непосредственно в бой и проверим эту машинку на прочность непосредственно в замесе. И однозначно необходимо отметить, что экипаж у меня стопроцентный, а значит на танчике сейчас у меня будет работать еще и вот это вот все. То есть, соответственно, танк у меня, можно сказать, практически в имбовом состоянии. Ну, если не считать того, что я не открывал гусеницы, ну, так как я просто не вижу в этом абсолютно никакого смысла, потому что они добавляют там какой-то проходимости по грунтам, время сведения типа становится немножко меньше, но несущественно, и скорость поворота корпуса, ну, как бы тоже не особо там, я бы сказал, отыграет. И тогда погнали в бой, посмотрим, чё как чё и что эта машинка может. Итак, ребята, нас забросило сразу в топ, и это крайне приятно. Честно говоря, неприятно то, что против нас Митсу-108, потому что Митсу-108, по моим ощущениям, все-таки немножко поярче тяжелый танчик, чем мы. Ну, есть еще там ряд машин, в частности, две Матильды, которые тоже меня смущают. Это не тяжелые танки, относятся почему-то к средним танкам, если я правильно помню. Но, честно говоря, их вот эта вот скорострельность, пускай даже с небольшим разовым уроном, она довольно существенная. Это вот такие вот две кусючих заразы, которые, если в тебя вцепились, то они от тебя уже не отцепятся. И бронирование с морды у них тоже довольно неплохое. Но это мое скромное мнение, обзор на Матильду обязательно можно будет заснять и выложить, как она играется на сегодняшний день. Так, погнали мы сюда на линию, и сразу мы с вами поговорим о подвижности танчика. Как видите, и без открытия гусениц он едет довольно неплохо. То, что он там немножко туго поворачивается в стороны, окей, туго, но в принципе играбельно. И для того, чтобы пройти просто на следующий шестой уровень, можно и без гусениц отыгрывать. А танчик я лично не считаю каким-то суперфановым, для того, чтобы оставлять его себе в ангаре. Вот вам сведение. Вот стоишь, сводишься, сводишься, и если бы Матильда сейчас не тормозила, а начала уезжать, то мы бы в принципе и свестись нормально не успели. Что касается бронирования. Бока, понятное дело, шьются с мордой. Плюс-минус танчик, между прочим, крепкий. Я не буду его за это хаять абсолютно. Его достаточно, да, вот это вот уровень бронирования морды, для того, чтобы мордой на кого-то закатываться. И, соответственно, выцеливать вас все-таки придется, а не просто кидать наугад. Что же касается времени перезарядки, хотелось бы, как я говорил, немножечко больше. Но в целом, как для тяжелого танка, то тоже можно сказать, что неплохо. Но, все-таки, чего-то в этом танке не хватает. Вот чего-то не хватает такого, знаете, я не знаю, как это правильно сказать, наверное, чего-то КВшного. Кто играл на танках КВ, тот поймет, о чем я говорю. Так, я, наверное, заберу вот этого вот товарища. Но, опять-таки, надо было дождаться, чтобы немножко свелась пушечка. Все-таки долговато это происходит. Теперь я поеду и попытаюсь как-то поиграть против вот этого. Но, вот видите, время перезарядки все-таки берет свое. Было бы чуть-чуть поменьше. Соответственно, я бы и Хедзера, возможно, сейчас либо шотнул, либо хотя бы сделал его, ну, практически недобитым. А так, давайте, пока бой заканчивается, оценим бронирование. Бронирование плюс-минус неплохое. Вот в шапку, да, там сейчас никто не выцеливал. Больше попали три раза в бок. Какой вывод с этого можно сделать? Не подставляйте бока, выезжайте мордой, но и пытайтесь, соответственно, танковать. Потому как бока у вас мягкие. Ну, про корму молчу. В корму нас сейчас вообще там, в принципе, добрали бы как нефиг делать, но решили кинуть куда-то в борт. Короче говоря, танчик, в принципе, как для своего уровня, он довольно бодренький, довольно бронированный. Сейчас закатимся в следующий бой и продолжим обсуждать все маленькие нюансы по данному танку. Пока посмотрим результаты боя. Мы проиграли в этом бою. Мы в этом бою нанесли урончика в 934 единицы. Сделали два фрага. То есть, в принципе, максимум, что могли, мы выжили из себя. Может быть, подольше пожили бы, может быть, посейвились, сделали бы чутка больше. Заняли второе место по урону. Ну, в принципе, неплохо. Согласитесь, мы отыграли довольно-таки неплохо, если сравнивать нас со всеми игроками команды. Да, мы могли бы быть на первом месте, если бы сделали еще два шота. Но сама скорость перезарядки орудия, она не позволяет настолько часто кидать, как вам бы этого хотелось и как требует сам бой этого от вас. Итак, закатываемся в следующую каточку и, соответственно, посмотрим здесь, как танчик отыграет. Я сейчас попытаюсь поехать на такую типичную линию СТ. Меня... Ой, простите, линию ТТ. Меня там явно встретит Т1 Хэви. И явно туда попрется КВ-2 с его, ну, прям бешеной скоростью перезарядки. Я надеюсь, что он играет на бревномете, потому что на его пробивной пушечке все-таки для БДРа он более страшен, потому что его пушка, ну, вот эта вот с большим уроном, особенно если любит играть на фугасах, все-таки БДРу с его броней менее страшна. Поеду сейчас на точку Б и, соответственно, там попытаюсь поотыгрывать. Итак, скорость движения танчика под горку, как вы сейчас видели, ну, прямо скажем, не идеальная. Но в целом мы заехали, мы нормально едем, нормально себя чувствуем. Что касается того, насколько вам удобно занимать какие-то позиции. Ну, я бы не сказал, что прям совсем удобно, но в целом тоже нормально. Вот сейчас на 206 от кого-то прилетело, и я, честно говоря, пытаюсь понять, куда. Сейчас мы на секунду остановимся. Ну, и вот нас пробили, получается, в, ну, стык, не стык, да, ну, вот в передний, назовем его, бронелист, в эту округлую часть. Что касается точности пушки. Точность у пушки вот сведения просто-таки бешеные, а точность у пушечки довольно неплохая. То есть, в принципе, если вы свелись и выцеливаете кого-то конкретного, и этот конкретный не выцеливает вас, то есть вам нечего бояться, вы стоите, то вы попадаете туда, куда вы целитесь. Ну, вот, честно говоря, куда сейчас я целился, туда попал. Жалко только я в СУ-100 не попал. Но я думаю, что суть в отношении точности орудия вы, в принципе, поняли. Сейчас попытаюсь ромбом отыграть против Арла-44. Не захотел Арл в нас сводиться. Есть там СУ-100, которая явно за нами охотится. Мы для него приоритетная цель. Так, чтобы никуда не перекатываться. Без сведения орудие тоже довольно неплохо себя показывает. Поэтому, ребятки, могу сказать следующее. Броня у этого танка довольно неплохая, но, честно говоря, иногда прилетает вот так вот рандомно, и ты аж сам удивляешься, потому что пробивает в таких местах, в которых типа по определению пробивать не должны были. Мы, понятное дело, со своей вот этой вот скоростью не успеваем вообще никуда. Мы победили. Давайте посмотрим результаты боя. Итак, ребятки, с нашей победой мы занесли всего ничего 646 единиц урона. Мы получили, ну, там, я бы не сказал, что большой плюс по опыту и плюс 10 по серебру. В нашей команде мы заняли среднячок. Мы могли бы быть немножко получше, но все же, опять-таки, возвращаемся к вопросу скорости перезарядки. Не будете вы на этом танке наносить, ну, прям вообще много урона. И, как правило, первые места в своей команде вы будете занимать в двух случаях. В случае, если ваша команда в целом отыгрывала неплохо, кого-то держала, а у вас была возможность стрелять и пробивать, и наносить урон, ну, прям каждый раз, как только ваше орудие перезарядилось, и не тянуть с выстрелом. Второй вариант. Вы будете на первых местах в своей команде, если вся команда ваша слилась, ну, и, соответственно, вы прожили дольше всех и нанесли за это время больше урона, чем они. Вот и все. Теперь давайте суммировать, насколько тяжело вам будет катать эту машинку для того, чтобы выйти на следующий уровень. Не могу сказать, что сильно тяжело, вы абсолютно спокойно ее выкатаете, не потратите ни грамма свободки, и проблем эта машинка у вас не вызовет. Не гарантирую вам, что у вас будет удовольствие от игры на этом танке, но выкатать, вы ее выкатаете абсолютно спокойно и абсолютно не нервничая. А чего еще желать, когда ты проходишь просто проходной танк? А на данный момент у меня все. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь, я вам буду несказанно благодарен. Всех благ, всего хорошего. Есть вопросы, пишите в комментариях, обязательно отвечу по мере возможности. А на этот момент до свиданечка, возвращайтесь. Ну и, как обычно, я всегда всем искренне желаю спокойствия и мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok